Добрый день! 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 побед, о чём Валерий Павлович говорил, здесь на первое место поставил всё-таки опыт войны именно против Германии. Против Германии, да, Блицкрига, в многом научились как раз у Германии, и блестяще показали, как что ученики, которые победили бывшего, учителя своего победили, и против Японии Василевский и Малиновский, они показали, что опыт, который они накопили, ну, очень полезен был, ну, и, конечно, не сопоставимо всё-таки Япония, Германия. А почему? Ведь японцы воевали, по сути, даже не с 30-ти, ой, Вторая мировая, ой, Вторая мировая началась когда. Они же с Китаем до этого времени долго воевали, на Анкинской резне и так далее. Да, то есть они воевали все 30-е годы. То есть, да, у них же опыт почти получается полтора десятка лет боевых действий. Да, Китай, хорошо, плохая страна, допустим, слабая в военном отношении, но они воевали... Я имею в виду в военном отношении. Она потеряла хуже всех, она потеряла 40 миллионов. Да, да, да. За вот время... В абсолютных показателях больше всего потеряла. Вы знаете, не скажется ещё политический фактор. На Западе всячески подчеркивают понятие Второй мировой войны, Которое было оценено Соединенных Штатов. Именно Соединенные Штаты оказали главный вклад в войну, а не победители. Если посмотреть американского школьника или... Конечно. Он уверен, что американцы всех победили. Победили и Сталина, и Гитлера всех победили. Поэтому выгодно поднимать на щит именно Второй мировой войну и роль Соединенных Штатов. Вот поэтому и Медей, и Хиросима, и Нагасаки — это всё достижения американцев. Американцы не будут сомневаться, правильно или неправильно сбросили. Ах, эти дрянные... Они считают, что это и стало фактором победы. Сбросили атомную бомбу... ...сотни тысяч американских жизней. Это дело обычное. Но для нас очень важно подчеркнуть, что Вторая мировой война — это мировая война всего человечества против фашистов. Конечно. Их союзников. Их союзников. И, кроме того, мы поставили финальную точку. Сколько бы эта война продолжалась ещё два-три года, как сами японцы говорили, этих атомных бомб было недостаточно, чтобы разбомбить всех японцев в Китае, в Маньчжурии и ещё где-то. Да. На островах. На островах, да. Та база, которая была в Корее, а Корея была японская, в Маньчжурии, позволяла Японию выиграть чуть долго. А сухопутные бои показали, что когда в апреле американцы высыпались на кино, потери были огромные. Да. А киналу кровью залили? Да. А представили выборы Трумана в 1948 году. И если бы он пришёл к этим выборам, продолжая эту войну, вряд ли он победил бы. Здесь предвыборные обстоятельства часто действовали. Понимаете? Поэтому, конечно, и Труман, несмотря на то, что Эйзенхауэр говорил, что не рады без воспроекции американской элиты, они желали, чтобы мы оказались в этой войне как-то на стороне американцев. И мы действительно исправили свои интересы. А свои интересы были очень чёткие. Мы взяли реванш за поражение русской армии в войне. Вот, правильно, как раз мы ещё поговорим. А у нас сейчас пока реклама, буквально три минуты не переключается. Сегодня мы говорим о том, что сегодня 75-летие окончания Второй мировой войны, который решающий лепту в победу союзников внёс всё-таки Советский Союз. Мы сегодня говорим о том, что сегодня 2 сентября, годовщина окончания Второй мировой войны. И почему эта дата как-то у нас в обществе, как вот рассказали уже господа историки, и тогда была особо незаметной, и сейчас. А всё-таки мне тоже интересно, неужели Советский народ тогда... Ведь наверняка же были тоже объявления вот эти Левитана и Советского форумбюро. Неужели тогда это всё как-то проходило мимо? Нет, ну почему 3 сентября, когда объявили торжественно... Это, извините, перебиваю, это да. Но объявляли ли вот, что сегодня Советский Союз? Да, сводки. Потом каждый день были ли эти сводки? Да, да, сообщали. А как же тогда вот, как вот Валерий Павлович сказал, Советский народ как всё равно особо это не заметил? Почему? Ведь война. Наверняка, особенно у кого родственники в армии, тогда у большинства были. Неужели никого не кольнул там, а может и мой там? Не, ну все понимали, что Япония как противник, это совсем не то, что Германия как противник, и таких ударов, несущих угрозу самому существованию нации, да, со стороны Японии, все понимали, быть не может, да. В лучшем случае какие-то там территориальные уступки на Дальнем Востоке могли бы быть. А если сравнивать боеспособность этих армий, то конечно не сопоставимо просто-напросто. Япония не с точки зрения техники, не с точки зрения опыта ведения боевых действий против такой моторизованной армии с танками, умение проводить блицкрик, да, именно сухопутный, да, не из-под тяжка там напасть, Перл-Харбор разбомбить, а именно ту войну, которая велась вот на Восточном фронте, она вести не могла, и в общем-то в этом плане самую главную роль в разгроме Японии, конечно, сыграла все-таки Советская армия, Красная армия. И, мне кажется, все-таки нельзя преувеличивать значение бомбардировок атомных Киросима Нагасаки до 6 и 9 августа, конечно, значимо, но до этого были другие бомбардировки с зажигательными бомбами. Да, Токио жгли, да и можно. Токио 100 тысяч, то есть там не меньше погибло, чем Нагасаки. Который был бумажно-деревянным городом. Да, да, и после этого Япония не сдавалась все равно. И она продолжала, они фанатично были уверены в том, что они должны продолжать войну любой ценой, то есть самурайская этика двигала их поступками. И в этом плане многие сами японцы признавали, что критическим таким моментом был именно разгром Кантунской армии. А все-таки хочется напомнить телезрителям, как мы с вами еще раз понимаем, что многие не знают, что сегодня за дата. А давайте расскажем, а что вообще творилось на Тихо-Ахиенском фронте в то время, пока мы разбирались с Германией. И когда мы разобрались с Германией, потому что там-то боевые действия шли на вот этих островах, архипелагах и так далее. Что происходило, какие события на Тихо-Ахиенском фронте? Ну, до 1943 года война шла в основном на морских коммуникациях, авианосцы встречались. Начиная с 1943 года начались десантные уже операции, американцы приближались, финальная точка и вышла на Кенаве в апреле 1945 года. Остальная сухопутная война шла на территории Индокитая, где, в общем-то... Там британцы воевали. Там британцы воевали, там и французы воевали, там и патриоты воевали, и вьетнамские патриоты, и другие патриоты воевали. И в Китае эта война продолжалась. Это была как бы периферия. Австралия тоже. Австралия участвовала, да. Ну, Канада там. И если там вот такие же 400 там с лишним тысяч, которые американцы потеряли за войну, там из них меньше всего, она как-то не воспринималась в глазах, скажем, нашей общественности, как событие мировозначения. А это большие потери или нет? Ну, это потери применительно к военным действиям минимальные, скажем так. Общие потери... В Восточном фронте вы имеете ввиду? Если сравнивать. В Восточном фронте, конечно. Общие потери Америки 400 тысяч человек. Учитывая и Восточный фронт, и Западный фронт. На Окинаве, по-моему, 7 тысяч, 15 тысяч, на Ивадиме 7 тысяч. Но вот если говорить об возможных потерях в будущем, если бы они продолжали свою тактику сначала бомбить, потом захватывать, они сами оценивали не только вот про два-три года, а про количество потерь. Четверть миллиона они бы потеряли. По их оценкам, я думаю, на самом деле эти оценки занижены, они могли бы пойти больше. Ну, японская тактика была очень простая. Они понимали, что американцы имеют преимущество в воздухе, поэтому днем они фактически сдавали позиции, ночью атаковали. Это вот на островах, то, о чем мы говорим. На Кинаве, на их островах. Ивадима, битву Гуадалканала. Да, да, они использовали как раз те преимущества, которые владели знанием местности, ночное время, фанатизм, японский солдат. Ну, японский солдат, он замечательный тем, что он может в одиночку сражаться. Это традиция мураев. В 78-м году только сдавался в плен. Традиция мураев. Когда вот, скажем, монголы высадились в Японию, в общем-то, один японец, самурай, 110 монгол в партизанской войне. То есть, они элементы партизанской войны широко использовали. В джунглях, везде. Ну, вот эти вот потери тоже, вы говорите, вот Окинау в американском сознании, битва за Окинау, что-то такое, знаете, Сталинград, чуть ли. 7 тысяч, и вообще, вот вы говорите, 400 тысяч в сумме. Это что, называю вещи своими именами, что они все вот эти 4 года, ну, Америка вступила в 41-м году, по сути, были боевые действия низкой интенсивности, вяло перекидывались снарядами через женю фронта. Ну, потому что, если ожиточенная борьба, значит, потери должны быть, правильно? Ну, в отличие, скажем, от... Я понимаю, но как у нас на Восточном фронте, какие потери и почему? У нас сухопутная война была. Так-то в островах тоже? Ну, острова, это, знаете, они разбросаны далеко, не было сплошной линии фронта, не было окопов. У нас была, значит, окопная оборона, наступление войны на всем протяжении, от Ледовитого океана до Черного моря. Здесь Анклавы шли, бои здесь. А в чем так долго они возили с этими островами? Четыре года? Ну, в данном случае, американцы пытались использовать, прежде всего, преимущество, скажем, техническое над японцами. Вот, и как-то вот, учитывая треполитическую обстановку, пытались именно технически переломать японцы. А техническое преимущество авиации, там, скажем, во флоте даже оно не было решающим. Да, к слову говоря... Где были элементы партизанской войны со стороны японцев. Потом самураи там еще 20-30 лет сражались с джунгами. Ну, то есть, верно, я понимаю, что американцы, грубо говоря, жилы и не рвали. Они не пытались за всех сил взять острова, потому что, вот вы говорите техническое, то есть, они используют такую же тактику, какую сейчас любят использовать. То есть... Бомбить. Бомбить, 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 а потом остатки взять. То есть, верно, я понимаю? Ну, да, что-то похожее на это действительно было. Ну, здесь еще важно сравнить сам театр военных действий. Да, ведь наши 27 миллионов погибших, это ведь в основном-то не военнослужащие. Да, это тоже многие думают, что 27 миллионов Краснодар потеряло. Если бы штурмовали также, скажем, Хоккайдо, Ханьсю и другие крупные острова, густонаселенные, то потери бы гораздо больше были. У американцев? В том числе у американцев, потому что они бы вынуждены были не ограничиваться только бомбометанием, они вынуждены были бы так же, как и мы в свое время вести сухопутную войну. Ну, какие-то даже граниты, устоявшиеся были линии фронта, образовались. Американцы были буквально ошеломлены, когда мы взяли Курилы, Северные Курилы, где были укрепы районы крупнейшие, буквально за 2-3 дня. Для них это была месячная осада со всеми и так далее. Наша морская пехота батальонами, бригадами брала эти укрепленные районы, Северные Курилы напротив Камчатии буквально за 2-3 дня. Как же Южный Сахалин? Когда наступали укрепы районы, брали буквально за 2-3 дня. Для американцев было непостижимо. Как это так можно было? А что это говорит опять-таки о том, что американская армия, по крайней мере пехота, не будем брать до авиации, авиация у них прекрасная, флот тоже у них мощный на тот момент, я думаю, самый на планете уже был сильнее даже британского, что американцы сухопутные войска были не самого высокого уровня, получается. Ну, по сравнению, конечно, с японскими качествами, по сравнению с германской армией, по сравнению с советской армией, они уступали, серьезно уступали. Для американцев все-таки вот потери вот в этой войне были имели очень большое значение, поэтому, когда в Корее началась война, когда большие потери были, или во Вьетнаме, посмотрите, что в Вьетнаме творилось тогда. Это вообще вся Америка буквально понялась. А верно понимаю тоже это потому, что американский солдат был все-таки, да и офицер, он не так мотивирован драться, потому что у него за спиной не было Москвы, как у нас. И так далее. Да, конечно, и энергия отчаяния. На черную территорию. Да, то есть для них все время, как сейчас, война, это как сафари. Хочешь приехал за океан поставлять, хочешь уехал обратно, как в Вьетнаме не складывается, можно обратно уехать, ничего страшного. Все-таки идеология у Японии, в Германии, в России, в советской России, да, у СССР, она именно в большей степени материала согласия. Но здесь еще фактор был и связанный с опытом ведения боевых действий. Все-таки опыт несопоставим, да, вот ведение боевых действий в советском СССР. В пустыне воевать, да, на островах воевать и ввести боевые действия в густонаселенных районах, это все-таки две большие разницы. Города, там бы партизанское движение гораздо более эффективным будет и поддержка мирных жителей, соотечественник, партизанам, да, она свою роль сыграет. Это не то же самое, что освобождать острова, захваченные уже японцами, да, тем более не японские этнические острова, тоже чужие, которые они из-за времени заплатили. Да, да, я об этом говорю, да. А у нас пока телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я очень волнуюсь, у меня может даже горло перехватить, но попробую рассказать. Знаете, я включила не сначала, но я все поняла. Мой папа воевал на Курильских островах, освобождал остров Шумшу, раньше он Ссюмусю назывался по-японски. Это маленькая точка на карте около Камчатки, вот то, что вы сейчас говорили. Вот несмотря на то, что война с Японией продолжалась несколько дней, недолго, Ну, там, две недели, да. Но все-таки это война. И за эти несколько дней столько перенес наш русский солдат, и в том числе мой папа. Вот я расскажу один только случай. Американская авиация начала громить наш десант, который подходил уже к острову. Буквально где-то 150-200 метров до берега оставалось. Так вот, весь десант разбомбили. Ну, вот буквально несколько солдат, прям единицы, доплыли до берега. Остальные все там погибли, остались в океане. Папа говорил, вода была красная от крови. Дальше. На суше. Вы спрашивали, были ли бои на суше. Наши солдаты вызывались винтовками против японских танков. Что такое японский танк? Это такие маленькие железные тараканы, которые бегают по всему острову. И бедным нашим солдатам деваться было некуда. А я папе еще, у папы спрашивала, я говорю, а что разве нельзя там было куда-нибудь? За какую-нибудь кочку еще, за какое-нибудь дерево. И когда я в интернете посмотрела на этот остров Шумшу, там ни единого дерева, небольшие их такие холмики. То есть открытая площадь, и по которой бегают наши солдаты, а за ними японские танки. Вот я не знаю, я сейчас говорю прям с болью. Пожалуйста, а когда ваша семья, ваша мама узнали, что ваш отец воевал с Японией? Дело в том, что они поженились после войны. А, после. Хорошо, спасибо вам большое за этот интересный рассказ. И спасибо вашему отцу за победу над Японией, за то, что он воевал и тоже приблизил окончание Второй мировой войны. Скажите, ну вот тоже интересно, вообще, вот все-таки, вот вы в начале нашей беседы сказали, Валерий Павлович, что мы не нарушили договоры и так далее. И что обмолвили, что американцы вроде бы и думали, то ли надо русским воевать, то ли нет. Мы обязаны были вступить в эту войну, потому что я сколько читал, что согласно Ялтинской конференции, мы обязаны были по окончании войны с Германией, через какое-то время, вступить в войну с Японией. То есть мы должны были это сделать, а не просто хотим, не хотим. Ну, впервые принципиальное решение о том, что будем принимать устное, было принято еще в Тегеране. Да. Дальше, в общем-то, начались согласования, условия будущей капитуляции, разделы ограничительной линии в Корее и прочее. Вот, наша позиция была очень проста. Мы должны вернуть то, что потеряли в пятом году, имеется в виду Южный Сахалин, и что-то еще приобрести. В данном случае все курилы. То есть, это не было, как сейчас некоторые любят говорить, Арсеновик, не молчите, не было вот этого, дескать, самозахват, вопреки союзническим обещаниям. Нет, все было четко оговорено на Ялтинской конференции. Да, все это было документно оформлено. Правда, был один эпизод. Когда американцы предъявили после Хиросимы акт капитуляции, там говорилось о том, что должны капитулировать и сдаться. Говорилось о Сахалине, а курильских страхах не говорилось. А как же так, при этом договаривались? А Сталин это заметил. Тут же был разговор с американским президентом Трунманом, и Сталин сказал, почему его не включили в раздел, скажем, капитуляции японцев на Курилах. Мы не только Курилы будем брать, мы Хоккайдо будем брать. И готовы целые бригады в Хоккайдо. После этого американцы дали этот ход и включили дополнительный пункт о том, что японцы должны капитулировать и на Курилах. Уже тогда американцы вели двойную политику. Да, пытались Курилы как-то оставить. Даже более того, Трунман предлагал нам, после того, как Курилы капитулировали, японцы, предлагал разместить там американские военные базы. Сталин в этом отношении сказал, а кто победил? Вы или мы? А кто проиграл? Вы или японцы? Мы же выиграли, поэтому там хозяева. Понимаете? Давайте мы на Кинавито разместим, да, надо было сказать. Ну, естественно. Поэтому отменили Хоккайдо. Ну, в дипломатии тогда все надо было бы требовать. Когда Сталин получил вопрос о том, что мы не только Курилы, но и Хоккайдо высадимся, да, вот, это был своеобразный такой нажим дипломатический. И когда американцы заявили, ладно, ладно, пусть они купили Курилы, но вы на Хоккайдо не высажившись, Сталин Слович согласился, на Хоккайдо не будем высаживаться. Все. Арсен Викторович, а верно я понимаю, что вот начиная войну с Японией, Иосиф Виссарионович, он руководствовал все-таки не только союзническими обязательствами, а он-то все-таки помнил про вот это досадное, обидное, позорное поражение русско-японской войны. Первый вопрос, знаете, тоже парадокс, ведь советская власть, особенно в первые десятилетия заявляла, что мы вообще не наследники Российской империи, это не мы и так далее. Но при этом такой вот парадокс, вроде не мы, а вроде мы. То есть верно я понимаю, что Сталин как раз в данном случае считал, что это мы проиграли и надо взять реванш. Нет, конечно, такой парадокс есть, что действительно формально как бы отрекаются от наследия Российской империи. Если смотреть в ретроспективе всей истории советской, то, что получается, что империя на самом деле была воссоздана и не менее мощная, и успешная, так скажем, империя. И те задачи геополитические, которые стояли перед Российской империей, во многом были успешно решены уже. Но Калининград не случайно оказался в нашей Кенисберг. Его еще Елизавета Петровна пыталась присоединить. То есть и про это помнили? Про семилетнюю войну? Просегал наша императрица. Я думаю, да, есть некоторая логика развития, которая не зависит от идеологии того или иного правителя. Просто такие структурные моменты, неизменные. Геополитические моменты, которые часто определяют державные интересы. Вот говорят о претензиях Японии к Курилам. Разве у Японии нет претензий к Китаю, скажем, к Южной Корею? Есть, конечно, это обычные международные отношения геополитические. Я все время вспоминаю, почему они тоже говорят, а как же, они вспоминают договор, это, по-моему, 865 года. А почему они про него вспоминали в 1905 в Портсмуте, когда они у нас от Чикры жили Южный Скалин? Почему они про это тогда не вспоминали? Нет, про это пытались им напомнить, но они сказали, что поражение в войне, оно зачеркивает все предыдущие... А сейчас они почему-то опять про это забыли. Да, что они проиграли нам войну. Япония официально в Сан-Франциско в 1651 году признала, что она теряет все приобретения и теряет суверенитет над Курилами. Но не было указано в данном случае в договоре, кому Курилы должны отнестись. И на этом стали спекулировать. Скажите, в целом, если говорить все-таки уже непосредственно боевые действия, Квантунская армия тоже. Сейчас я слышу иногда такие рассуждения, дескать, да мы победили слабую группировку, дескать, это из японских войск. Дескать, у них самые сильные были на территории Японии, как раз на тех самых островах. Что это была не самая сильная часть японской армии. Нет, если говорить о японской армии, это была очень сильная часть. Если сравнить с немецкой, конечно. Нет, 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 именно про японскую. Сейчас такие тоже боевые скажут, что это были слабаки. Американцы бы там и с этой Квантунской армией, я уверен, воевали бы очень долго и с большими жертвами. Если бы Россия, вот, Советский Союз, не вступил. Но армия имела большой опыт войны в Китае, между прочим. Где были немецкие советники, и советские советники были, которые тоже на стране китайцы были. И были советские добровольцы, в том смысле, они имели опыт. И Халкин голая, и Хасаны знали примерно наши тактические приемы и остальное. И вот мы, говоря о силе Квантунской армии, то есть это было сильное подразделение? Да, это было мощное подразделение с хорошо укрепленными позициями, готовое к долгому сопротивлению. И то, что Василевский и Малиновский смогли разработать операцию, которая так быстро позволила с этой армией справиться, это, в общем-то, показатель именно боеспособности более высокой советской армии к 45-му году, которая уже сложилась. О фанатизме японцы говорят такой факт, скажем, укреплен остров. Там было где-то 750 японцев. Уже вся армия капитулировала. Уже был приказ императора, начальника штаба Хатама Квантунской армии. Посылают уже пронутеров, китайских пронутеров, пронутывающих, ему отрубают голову. И они сражали до последнего. Уже все, казино-то были закрыты, и приходилось просто бензином заливать и взрывать. И когда вот по числе смотрят, там 750 человек легли, и жены, и дети, и все. То есть японцы, они люди, как скажем, и самурайской чести сражаться было. Хотя далеко не все у них самураи были, самое главное. Самураи это дворяне, было много простых. Но понятие, если он погиб в бою, он тут же подет в рай. Для них это было понятие. Поэтому для них смерть, это был как бы переход в новое качество. Они не боялись смерти? Они не боялись смерти. А касаемо технического оснащения, вот как раз телезрительница хорошо рассказала, действительно, японские танки, они против наших, если сравнивать с нашими Т-34-ками. Даже Т-70 превосходили наши танки. Да, да, да. То есть это были, по сути, такие легкие танки, действительно. А в чем-то они были с нами на равне? К примеру, истребители. Ведь у них вот эти истребители, Митсубиси, вот эти Зеро, ну, они же все-таки во многом на равных сражались в воздухе с американцами-то. Но модификации Зеро, последнюю, они были на уровне, скажем так, Второй мировой войны. Другое дело, что, в общем-то, эти истребители не могли соперничать уже с той массой наших опытных летчиков, которые были асами, действительно, которые имели опыты по Крышкиной, Кожедубе имели. И наши штурмовики многие аэродромы накрыли уже прямо в первые дни войны. Авиация действительно наступала, и наши истребители висели над японскими аэродромами, били их буквально на взлете. То есть здесь уже сказалось массивное использование авиации. Даже, скажем, все время идут наблюдатели в наших войсках, которые наводят все время авиацию. Это же тоже опыт Второй мировой войны. Поэтому, конечно, здесь то, что даже японцы имели некоторые, скажем, новинки, они не имели в этом смысле возможности развернуть их в полной мере. Скажите, а что касается японского флота? Все-таки флот у Японии был, по крайней мере, к началу Второй мировой очень мощный. Если даже сравнить с советским, у нас-то перед началом Второй мировой только три линкора было, давайте напомним. А у японцев линкоров было на порядок. Я уж молчу про такие вещи, как Ямато. То есть почему японский флот никак не помешал высадке тех же самых десантов? Ну, основные, конечно, силы военно-морского флота были сторонки против американцев. Ну, хоть кто, неужели вообще ничего там не было? Ну, завесы подводных лодок, у нас 50 подводных лодок было, в том числе, которые мы получили от американцев. Торпедные катера создавали завесу большую, большое минирование японских портов. Кстати, американцы тоже нам подложили свинью. Южнокорейские порты они заминировали, и когда наши десанты подходили, в частности, в юридующий порт Сеестра, наши корабли взрывались на американских магнитных мины. А вот нам телезрительница рассказала, что япония. Да, они даже не сочли нужным сказать, что они заминировали этот порт основной, который в Корее был. Мне кажется, это еще, знаете, такое американское раздолбайство, про которое пишут, вот в армии оно у них всегда было и есть, и сейчас в том числе. Американцы втопили наши транспорты, сквалили все на японцев потом. Вы думаете, специально? Я думаю, что здесь... Или это опять, знаете, вот это американцы, про которых я слушал, у них вещи, американцы стреляют во все, что видят. Это я про них тоже такое читал. Здесь, конечно, элемент разговора здесь есть, но, может быть, и был элемент провокации, чтобы тянуть нас в ответные действия с японцами. А, то есть это было до еще начала. Да, как они предлагали разместить, скажем, американские самолеты, которые ворвали Токио на нашей территории. Аэродром Подскопов. Да, а те американские крепости, которые там пролетали, мы их не возвращали уже, мы потом их копировали. Ну, это так мы Ту-4 и создали, собственно говоря. Ну, раз мы пакт о ненападении подписали на 5 лет, и до апреля 1945 года соблюдали, мы его соблюдали. Ну, были, конечно, не провокации со стороны американцев, но были и реальные нарушения со стороны японской. Ну, были, конечно. Поэтому, нарушение вот этого вот апрельского пакта, оно вполне было... Наши судьи, с точки зрения международной. ...останавливали, конечно. Скажите, хорошо, если говорить про советскую армию, про танки, мы более-менее поняли, что наши были на порядок лучше. Недаром же, кстати, ведь на вот этот японский так называемый фронт, хотя там на самом деле было три фронта, мы даже не стали перебрасывать наши самые тяжелые танки из два. Там только Т-34 решили, что хватит. Ну, Т-70 вообще легкий танк. Ну, они в этой обстановке оказались проходимыми. Шла, сезон Муссону были большие, поэтому эти танки проходили легче, чем Т-34. Вот как раз мы, да, переходим к следующему вопросу. Насколько все-таки театр действий был непростой? Насколько все-таки нашему русскому пехотному Ваньке было не в плане сражаться в плане профессионального мастерства, а просто тяжело? Потому что, известно, война это тяжелая работа. А театр действий непростой, и чего ведь только стоит танковый марш или большой хинган? Да, хинган, горы. Считали некоторые, что вообще невозможно так быстро продвинуться через большую хинган, но тем не менее, это сделали. То есть, это, вот, сказался, опять же, опыт колоссальной войны в Восточной Европе в разных условиях, да, тот же... Карпаты приходили. Родион Малиновский, да, как раз в Карпатах, да, имел опыт войны. Это поэтому его привлекли? Я думаю, да, да. Кстати, японцы рассчитали на климатические муссонные дожди, которые все... Поэтому не считали, ну, теперь мы дотерпели до августа, треплые на августы, это муссоны, теперь до сентября как-то мы просидим, а мы пошли в самый разгар эти муссоны. Вот смотрите, сейчас как заливают их объекты. Да, 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 и у нас Приморья, да. Вот эта же ситуация. Но, тем не менее, русский слава все выдержал. Все выдержал. Схинган, и проливные дожди, и все остальное болото. И пустыни в том числе, там, то есть, очень ведь разнообразный театр боевых действий. Там и тайга, и пустыня, и горы, там, да. И очень непростой, действительно, для быстрой атаки, и то, что смогли близкрик осуществить, это, конечно, очень хорошо говорит о нашей армии. А говорит ведь это в том числе и о том, что по мастерству... Опять-таки, полководство возросло, тоже, мне все равно было как-то с детства интересно, ну, почему не самых, как сейчас говорят, топовых привлекли, там, ни Коневу, ни Рокоссовску, ни Жукова. Ну, Василевский, он тот, он тоже, это без вакуумно. И штабной работник, и Коенигсберг. И Мерецков, который был в Дималукове. Ну, знаете, что еще сказалось? Все-таки, три армии было переброшено только. А основная масса, в общем-то, где-то 700-800 тысяч, они постоянно были, первая Краснодара, вторая, но они вели постоянно на учебу. Все время были на протяжении кадровые части, которые там располагались. Они буквально еженедельно проводили занятия. Это работало все от А до Я. И когда вот подошли еще опытные части, которые делились... Была какая разница между теми, кто там просто базировали все это, сдерживали все эти годы, и подошли... Нет, ну, сплав. Дело в том, что всех опытных офицеров, которые включали подразделения, старшим включали, наводчик включали, такая мальгама шла, когда добавляли те части, которые первую Краснодарную, вторую Краснодарную армию, части боевые, которые КСБР штурмовали. Переукомплектовывали те, которые стояли на востоке. Переукомплектовывали летные части, артиллерийские части. Здесь был подход именно такой. Опытом делились, учения проводили. Поэтому не было такого разделения, что чисто только на Дальнем Востоке кто... Даже погранцы, которые там пограничные отряды, они освобождали на территории до 50 километров вглубь. В самом начале шли отряды пограничников перед регулярными частями, особенно на Втором Дальнеостойчивом фронте, в Таге. Тоже разгромили мы Японию, вот эта знаменитая капитуляция, которая как раз ровно 75 лет назад прошла на борту американского линкора «Миссури». Мне тоже все время занимал такой вопрос, почему принимали опять-таки не маршала Победы, тот же самый Васильевский-Малиновский, а вот генерала-лейтенанта Кузьма-Деревянка. Почему? Почему Лойко? Кузьма Николаевич тоже замечательный человек. Боже, но все-таки это маршала, тем более, который возглавляли фронты. А генерал, почему так, лейтенанта? Кстати, если говорить о Деревянка, это человек, который во многом способствовал активизации нашей работы над ядерным оружием, причем ценой своей жизни и здоровья. Он исследовал места сброса бомб на Касаки и Хиросиме. А его туда допустили, что ли? Да. Ух ты. И он, собственно, умер довольно скоро после этого от радиации. Но он сделал фотографии ценные, да, и их потом проанализировали и приняли решение о том, чтобы увеличивать интенсивность работы и средства, вкладываемые в этот проект. Васильевский встречался в Хармине с Ямадой, командующим Хан встречался. Почитали, этого будет достаточно. Мы сделали свое дело, Маньчжурская, Кунжурская, она разбита. Все, что осталось там, пожалуйста, мы своего представителя пошлем. Остальное не очень-то вам и радовать будем. Что там посылать Васильевску, там или еще Жукову посылать. То есть, опять-таки, помните, ровно противоположная была картина, когда подписали капитуляцию с Германией первую, в Рейси, по-моему. Ведь тогда ровно была противоположная реакция Сталина. Как так? Почему кто там подписал? Какой-то ни Жуков, никто, без моей санкции. Заметьте, какая реакция. Все понимали, что Германия и Япония – это противники совершенно разного масштаба. Я думаю, это было решение Сталина поручить именно Деревянку подписать. Не послали Васильевского тогда, не послали там Малиновского, Мельцкого. Послали именно Деревянку. Это был, может быть, такой тактический шаг Сталина. Типа много чести. Да, что не очень-то вы там себя ставьте высоко. Много чести вам. Не такое значение эта победа, по сравнению с победой, которая была в Германии. Которая была, да. То есть, мы снова возвращаемся к тому, что, начиная от простой колхозной манией, кончая Осипа Виссарионовича, все относились к этой войне. Вы знаете, у меня тоже такие ассоциации с июнем 41-го, когда вот тогда тоже, помните, были такие настроения, мы закидаем сейчас в Германию шапками, быстрая будет победа на чужую территорию и так далее. То есть, в августе 45-го опять было такое отношение у нашего народа к сражениям на Дальнем Востоке. Да нет, я думаю, что народ уже понимал, сколько крови пролито. Да, вот. И многие переживали, когда вот мимо них и шлоуны шли на Дальний Восток и письма получали. Даже 12,5 тысячи, которые погибли, это же те, там были герои СССР, Закарственные Знаменцы, которые уже письма написали, что ждем с победой. А разве может было, ведь, насколько я знаю, в глубокую секретность перебрасывали части, разве может было солдат писать, что мы ездили? Они сообщали, что срок демилизации продлен, что может быть, там же по 2-3 года еще служили многие возрастные. Конечно, конечно. Поэтому это воспринималось как послевоенная реорганизация армии, которая не может сразу произойти очень быстро. То есть, не сообщали никто своим женам, что еду воевать с Японией? Ну, это не было. Были случаи отдельные, когда болтуны в штабе сообщали, но это сразу было заметно, да, это засекречено было. Конечно, я знаю, глубокие секреты перебрасывали части. Даже Васильевского, Малиновского по другими фамилиями, там в качестве полковника. Генерал-майор, генерал-полковник Васильев был. И когда я встречался с служивцами, которые знали, они оторопили маршалство генерал-полковника, на другую фамилию. Понизили. Понизили. За что поздравил Васильевский. Ну, конечно. То есть, мне опять, знаете, интересно, настроение народа. Народ знал или нет? Вот что, вот это мне, вот, все-таки война, я говорю, многих и так уже погибли, многие родственники, с целыми семьями, и вот опять новая война. Те, кто на Дальнем Востоке служил, они, конечно, понимали. Войска прибывают, развертываются. К чему это? Сибирь это представляла уже, что они идут, идут, они догадывались, что только с европейской части. Здесь, конечно, это приглушалось как-то. Думали, просто возвращаются из Германии. Возвращаются, перебазировка войск, новые квартиры, новые там. Ну, это была такая вот страническая дезинформация. Вот смотрите, незадолго до высадки на Курилы, на северную Курилы, командующий Курилской базы отдал приказ о отпусках офицерам. Это вот в августе все лжи офицеры. И тут же дезинформацию спустили японским разведорганам, потому что там была японская азентура. Конечно, конечно. Они доложили, ну все, раз отпуска, никто в отпуск не пошел. А это был хитрый ход или правда в отпуск? Ну, это дезинформация. Специально дали понять, что, в общем-то, противника как-то дезинформируют. Хорошо, одержана победа. Япония капитулировала 2 сентября. И вот у меня тоже вот этот самый вопрос, который я анонсировал в начале программы. Когда сейчас в мае вдруг прошла информация, дескать, учреждается день побед над Японией, но 3 сентября. Господа, что думаете по поводу этого? Ну, это было решение Сталина, чтобы отпраздновать завершение войны именно 3 сентября. Подписан документ был 2 сентября. Ну, все десятилетия. И салют шел 3 числа. Как же вот с 8 на 9 подписали. Это 8 на 9, понятно. Тут логика понятна. Потому что в нашей стране, когда подписывали 8 мая капитуляцию, уже было 9. Ну, тут, опять-таки, меня лично в школе учили, что 2 сентября. Ну, это Шпилько был американцем, наверное. Они седьмого отмечают, день окончания. Восьмого. Восьмого. Они на Западе отмечают. А мы 9. Вроде седьмого отмечают на Западе. Седьмого. Ну, хорошо, Шпилько. Александр Викторович, ну, у нас все десятилетия ведь учили, что второго. Не, ну, я думаю, с исторических зрителей, правильная дата это второго. Другое дело, вот, советская политическая культура, там принято было третьего отмечать. А чего сейчас-то вспомнили? Ну, 75 лет спустя. Возврат к традициям, наверное, отчасти советских каких-то празднований. А вот возраст... Мне кажется, все-таки правильно второго. Вот, то есть, ваше мнение второго. Я думаю, да. Меня больше волнует вопрос даты начала. Мне кажется, 1 сентября 1939 года, проблематичная дата начала. Из-за Китая? Я думаю, да. Почему не Мюнхенский сговор, почему не Анаш-Люс Австрии, почему не вторжение в Эфир? Великодержавчивость безопасности. 37-й год в Китае. Конечно. Китайцы это до сих пор в обиде. Говорят, почему вы считаете, да? 31-й год Маньчжура и захват. Тоже это вполне себе начало. Тем более, антихоминдарский пакт существовал. И союз уже, с 40-го года был военный ключевой союз между Германией и Японией уже. Китайцы тоже могут понять. Они считают, что... А что же они молчат? Они сейчас велик? Нет, нет, нет. Они считают, что их клад в победу Второй мировой не для ценен. А был все-таки, действительно. Китай-то, сколько я помню, как вклад. Их, что называется, мочили. И в сортирах, и везде, и так далее. То есть, китайская армия была низкая в виде боеспособности. Там ситуация была сложная. Там сложная. Рожжевская война. Да, коммунисты, это большой поход великий. Это представитель Гоминдана, это да, и КПК. Но, тем не менее, все-таки, Китай, на мой взгляд, больше жертв во Второй мировой. Конечно, очень много дел, чтобы организовать единый антияпонский фронт. В этом смысле он давил и на Гоминдана, и давил на Малдзадона. В какие-то моменты удавалось этот фронт как-то организовать. Но внутренние противоречия были очень сильные. Американцы давили и на Гоминдан. Начали, конечно, чтобы он рассправился с коммунистами. Мы, конечно, помогали здорово. Должили найти все трофеи, которые передали. И значимую часть советской военной техники передали. Конечно, конечно. Вот и новая армия Лимбяо, которая пошла, была вооружена нашим. И восьмая армия джиуда переоружилась за счет японского и нашего оружия. И причем очень много наших частей там были до 46-47 года. И поэтому, когда, например, Гоминдан в 46-м году подходил к нашим действительным территориям, Маньчжури, мы давали понять, стоп, и Гоминдан останавливался. Мне кажется, еще нельзя рассматривать боеспособность армии изолированно. Нужно в контексте смотреть. То есть, для того, чтобы создать боеспособную армию, нужно провести определенную модернизацию экономики и общества, и политической системы. В Японии такая модернизация на тот момент была проведена. В Китае она была, начиная уже с победы коммунистов с 49-го года, окончательная прихода к власти. И после этого уже догнали и перегнали Японию и китайцы. На тот момент, начало 20-го века, эта страна находилась в глубоком кризисе, именно потому, что она не могла ничего по сути противопоставить более развитым державам европейским и японской. Мы упомянули антияпонский фронт, а ведь еще монголы участвовали, тоже как раз монгольская армия. Да, у них и потери, где-то 900 человек они потеряли. Военная группировка Чебалсана, Конно-Механизм Плиева и Чебалсана, которые наступали как раз на внутреннюю Монголию. А где же наш фронт выступал, да, через Монголию шел? Там кроме 200 тысяч было еще мария тысяч свойств, и манджоуго, и князь, так называемый, из внутренней Монголии, Делан был. С ними монголы расправились очень быстро. Кстати, о расправах. Я вот читал, что были расправы над японскими колонистами, в том числе, в Китае, по крайней мере. Ну, по крайней мере, в общем-то, Хатам опросил, чтобы часть оружия оставляли, в общем-то, японцам, даже после капитуляции, потому что местное корейское население, китайское, самосуд устраивало. Мы сказали, нет, мы все сами обеспечим. Вот и не разрешили это дело. Уже советские войска взяли коменданты на себе. Ну, самосуды были, конечно. Ну, это... Ну, после всего того, что японцы творили... Конечно, конечно. Особенно в Корее. Да и в Китае, собственно говоря. Опять же, эти факты изолированы, нельзя рассматривать без связи с тем, что перед этим было. То есть, сколько Китай терпела, вот, как вы сказали, аж с 35-14 лет фактически. Там же были просто не то, что... Был геноцид. Геноцид. Бактериологически они оружие испытывали, в том числе, были обнаружены. Опять же, вспомню, что в абсолютном показательстве больше всего Китай. Орежение, которое они там строили. Да. Страшное дело. Поэтому, вот, я тоже просто, когда готовился к программе, про вот этот факт, я вот про этот факт раньше не знал, но я так думаю, это неизбежно, это война. Нюрнберга для японцев не было, но, по идее, они должны тоже были сидеть на скамье подсудимых. А почему, кстати, не было аналога нюрнберга процесса? Ведь тоже там были преступления против человечности. Военные преступления массово у японцев практиковали все это дело. Я думаю, американцы были заинтересованы в Японии, как в своем союзнике против нас. Началась холодная война. Не случайно в Японии так была резервная база во время в Корее и в Вьетнаме. Им нужен был союзник еще. Уже киналка вращалась в американскую базу. А Сталин почему не наставил? Или, опять-таки, не так важно? Для Сталина все-таки вопрос с Японией был не столь важен, как вопрос... Мы получили свое, все, что получили. А там пусть Китай требует, пусть другие страны требуют, которые потерпели геноцид. Но мы сейчас должны свое выдать нашим рекламодателям. Реклама на Тверском проспекте. Не переключайтесь, после чего мы подведем итоги программы. Мы сегодня говорим о том, почему такая дата, как 2 сентября, годовщина окончания Второй мировой, сегодня ровно 75 лет. И плюс мы победили в том числе и там, на Востоке. Почему она все-таки не так сильно отпечаталась в памяти нашего народа? Почему, по-моему, разговариваю, это не празднуло? Господа, вот тоже такой вопрос с решением программы. Надо ли что-то сделать? Если надо, на ваш взгляд, то что? Чтобы все-таки эта дата, она как-то праздновалась у нас. Опять-таки, на фоне того, что вот вспомнили 4 ноября, там поляков из Москвы выгнали, праздник устроили, выходной целый. А почему 2 сентября, ну или 3, пусть будет 3 даже, не красный день календаря? Ну, мне кажется, что фактор времени начинает срабатывать. Вот. Все-таки для России очень важно нормализовать отношения с Японией. И, наконец, мирный договор. Мирный договор. Вот. И в этой обстановке, скажем, особенно повод поднимать и уравнять 3 сентября с 9 мая, для нас не совсем политически выгодно. То есть, думать дело в политике? Да, политика в этом смысле. Но следующее поколение будет по-другому смотреть. Мы жили без мирного договора с Японией столько лет, причем сейчас 75 лет. Тем более, в Конституции записано, что никакой территории Японии мы не будем давать. Здесь какой-то такой политический аспект толерантности так как-то воздействовать, может быть, на российско-японские отношения. Вот. Другим путем. Ну, хорошо. Пусть. Александр Викторович, ну, а что вы, как человек, который преподает, тоже думаете, нужно ли как-то все-таки это пропагандировать среди молодежи, да и среди, неважно, среди всех граждан, потому что, готовясь к программе, я столкнулся с тем, что многие не знают. А все-таки, еще раз говорю, мы выиграли не какую-то там мелкую войну, каких тоже Россия много вела, это окончание Второй мировой, и мы внесли вклад решающий. Ладно, правда, без нас бы там все закончилось, я понимаю, без нас. Мы Германии победили, там американцы, и годовщина окончания, а мы там вроде особо ни при чем. Нужно ли как-то это, я не знаю, среди школьников, студентов и так далее? Ну, однозначно нужно историческое просвещение, это, чем я сейчас занимаюсь в данный момент, и в средствах массовой информации, и в школах, больше внимания уделять и этому событию, и событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Меня удивляет. Мы даем салют по словам в вождении Будапешта, Праге, а почему не дать салют 3-го числа завтра по поводу победы? Это к вопросу, да, ведь это было вполне логично. Хотя бы так. Хотя бы так, но правда, еще раз говорю, ну... Киев-Минск салют даем, Варшава даем, а здесь салют хотя бы сделать на Поколовной горе. Фильмов опять-таки, вот я, вы знаете много фильмов вот про вот эти выводители? Я только один знаю. На Западе довольно много. Такой серийный, знаете, это... Последний, Арлент Хинганом, который, да, вот это... У нас вот, да, у Западных много. Вот они, причем, они замечательно пиарят войну. И они, с свою точку зрения, представляют, да. Захват Сахалина и Курил как фанатическое стремление Сталина там отвоевать территории, забывая про договоренности Ялтинские при этом. То есть здесь, с свою точку зрения, мне кажется, нужно выдвигать тоже и пропагандировать ее активно. В этом плане, конечно, здесь есть над чем еще поработать. Тем более, к сожалению, даже у нас сейчас, сейчас вот раздаются время тренировок голоса, что то мы напали на бедных японцев подло, то мы негодяя Курилы им не отдаем, которые тоже подло и не по праву завоевали и так далее. В 90-е годы мы были близки к тому, чтобы подарить. А близки были, на ваш взгляд? Ну, если бы визит Ельцина не был сорван, он бы мог бы, он вполне бы мог пойти на этот шаг. Тем более, сослались на декларацию 1956 года, где мы отдавали Хабамай, отдавали, там еще один остров отдавали. Ну, это было начало. Ну, что ж, наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, что сегодня еще один день победы. Да, сегодня еще один день победы. День победы над Японией. Мы взяли реванш за поражение в 1905 году. Мы просто разгромили милитаристское государство, союзника Германии, между прочим, и, наконец, завершили самую страшную войну в истории человечества. Поэтому помните об этой дате. Мы здесь далеко не последнюю роль сыграли. И вот звонила телезрительность. Наши деды, прадеды, для кого-то и отцы проливали там, в том числе, кровь. Поэтому, дорогие гости, дорогие телезрители, с Днем Победы. Всего хорошего.